Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала! Сегодня крайне важная тема Раздельное питание Несовместимая пища Полезная и вредная еда И что же тогда есть? В этом видео я расскажу вам, в чем же заключаются принципы раздельного питания Кто стоял за этой теорией Почему не все ее постулаты верны И от чего в наши дни необходимы поправки И какие именно Вот это все и многое другое Вы сегодня услышите с данного видео Если, конечно, досмотрите это важное видео до конца Тем более, что в завершении данного видео я дам ценные советы Что можно, а что нельзя есть и пить И поясню, почему так, а не иначе Также я дам допустимые и недопустимые комбинации продуктов А также расскажу, что происходит в желудке При смешивании белковой и углеводистой пищи Со всеми вытекающими от этого смешения последствиями Начинаю, не теряя времени Вы наверняка уже что-то слышали о раздельном питании Еще со старых советских времен Ну, безусловно А работает ли это правило и теория на практике Ответ очевиден Безусловно, да Так как тысячи и даже миллионы людей за последние десятилетия Попробовав раздельное питание Получили и улучшение пищеварения И прилив бодрости Укрепление общего состояния здоровья А некоторые даже вылечились от хронических болезней Что неудивительно А практика, как известно, это критерий истины Только вот нужно научиться отделять реальные действующие причинно-следственные связи от своих желаний И не притягивать желанное за уши, как многие любят делать Несмотря на истину, то есть практику, официальная наука, то есть та, которая когда-то победила и теперь диктует всем свои правила Считает, что раздельное питание это псевдонаучная диетическая концепция Ну, скажем, как гомеопатия, к примеру Так в чем же суть раздельного питания? Есть ли важные поправки к этой теории? В наши дни Сейчас я вам это поясню А суть этой теории была в том, что нужно есть белковую пищу отдельно от углеводистой Точнее, от быстрых углеводов и крахмалов То есть нельзя смешивать, ну скажем, животную пищу и все, что сладкое на вкус Или запивать белковую еду сладкими напитками А можно есть, скажем, мясо с грибами или мясо с фасолью Или можно с зеленью и овощами Это совместимо Так вот, согласно этой концепции, для переваривания белков, жиров и углеводов Организму требуются ферменты разного вида А это, скажу я от себя, абсолютно истинно Так как действительно, поджелудочная железа вырабатывает фермент трепсин для допереваривания белков После фермента пепсина желудка Фермент липазу для переваривания жиров А фермент амилазу для переваривания углеводов То есть, да, ферменты действительно разные К примеру, гласит теория, белкам нужна кислая среда, а углеводам щелочная Кстати, запомните, все это правда и не просто так оно есть Более того, в ротовой полости также вырабатывается один щелочной пищеварительный фермент Который явно указывает нам на то, кто мы есть по типу питания Ибо пищеварение начинается именно в ротовой полости В этом первом отделе ЖКТ И пища там обрабатывается ферментом птиолином Который является слюной амилазой И расщепляет он только и именно углеводы Подробнее об этом я говорил в моем видео Пищеварительная система Непременно его потом посмотрите И по этой причине также не нужно смешивать разнородную пищу Иначе не все ее составляющие усваиваются одинаково Тем более одновременно А к чему приводит такая асинхронность в усвоении, в переваривании Я поясню нагляднее далее Продолжаю пояснять суть теории концепции раздельного питания Остатки пищи, как гласит концепция, которой желудок не переварил Накапливаются в нем, вызывая процессы метеоризма и брожения Нарушая метаболизм Теория раздельного питания стала широко известна публике, когда в 28 году Вышла в печать книга американского диетолога Герберда Шелтона Правильное сочетание пищевых продуктов Внимание! Также великий русский физиолог Иван Петрович Павлов Сумел доказать, что для переваривания разных продуктов Организму требуются разные ферменты И при попадании в 12-перстную кишку из желудка активизируются различные участки желудочно-кишечного тракта Для синтеза тех или иных ферментов под желудочной железой Известный американский натуропат Говард Хей тоже разделял и придерживался принципов раздельного питания Этот список я продлевать не буду Достаточно выше приведенных авторов самой физиологии и самой биохимии Точка, все! Хотя подумайте, просто логично Что будет, когда вы проглотите все подряд Закинете в ЖКТ, что захотите Да еще наедитесь от пуза И что будет с поджелудочной железой? Какие? И сколько ферментов она должна выделить? И как эти ферменты будут работать в смешанной пище и друг с другом? Вот подумайте об этом И вот почему Примите еще один мой спасительный для вас совет Посмотрите потом вот этих два моих видео Интервальное голодание И почему нельзя есть после 16.00 Ссылочки будут под этим видео в описании Что же относится к белкам, углеводам и жирам Я дам далее чуть ниже Для тех, кто не понимает, не знал очевидного Но прежде, чем я сообщу вам 12 принципов теории раздельного питания И дам комментарии к ним А затем поясню, в чем она не права В чем ошибочно И дам свои личные дополнительные рекомендации Послушайте саму суть происходящих процессов в желудочно-кишечном тракте при смешивании разнородной пищи Ну то есть, как мы привыкли с вами первое, второе, третье и компот Вот слушайте, запоминайте, анализируйте, думайте И делайте выводы Итак, как только пища поступает, проваливается в желудок через пищевод Она начинает обрабатываться различными типами желудочного сока Пища на время в желудке блокируется Кроме моментов, когда привратник открывается И пища поступает из желудка в 12-перстную кишку То есть, первый отдел тонкого кишечника Дно желудка предназначено для хранения пищи Которую еще предстоит обработать желудочным соком А в это время обработанная пепсином и желудочным соком пища Поступает к привратнику и выходит в тонкий кишечник А именно в 12-перстную кишку Там происходит дальнейшая ее обработка То есть, процесс пищеварения продолжается Да, внимание! Пища, которая состоит из углеводов и жиров Требует на переваривание время вдвое, втрое меньше, чем та Которая состоит из белков, тем более животных, сложных, длинных То есть, высокомолекулярных С точки зрения биохимии Сахара, крахмалы, овощи, зерна, крупы Это щелочные вещества И в желудке они обрабатываются быстро Так как их основное пищеварение идет в кишечнике И тоже быстро Но только в том случае, если они не смешиваются с белками А вот белки – это кислотные вещества То есть, на их переработку требуется много кислой среды желудочных соков Много ферментов и энергии Такая пища переваривается долго Потому и говорят – тяжелая пища Верно говорят Углеводы в желудке обрабатываются дезинфицирующей втористоводородной кислотой Для защиты нежных слизистых тонкого кишечника А вот белковая пища обрабатывается в основном ферментом пепсином Если мы смешиваем несовместимые между собой продукты Например, щелочной, скажем, картофель С кислотным, скажем, мясом То это приводит к тому, что мясо в должной полной мере не переваривается То есть, пепсин и втористоводородная кислота мешают друг другу И тогда желудок пропускает белковую пищу без должной обработки То есть, без должной дезинфекции И без должного переваривания до мономеров Или хотя бы до полипептидных участков белковых молекул То есть, простых, легких для дальнейшего переваривания уже в 12-перстной кишке Так как углеводы перевариваются быстрее И как бы протаскивают непереваренные белки из желудка в 12-перстную кишку Где уже среда PH щелочная И все панкреатические соки И желчь, а не щелочные И белки там очень плохо доперевариваются А поджелудочной железе приходится выделять огромное количество фермента трепсина Чтобы хоть как-то допереварить белки В итоге поджелудочная железа работает с перегрузкой Быстро изнашивается Возникают панкреатиты и другие проблемы А непереваренные до конца высокомолекулярные белки животного происхождения в первую очередь Начинают в кишечнике просто гнить Часть из них переваривается нашей патогенной микрофлорой А часть протискивается через поры слизистой тонкого кишечника в кровь Вместе с другими, но уже правильными, то есть мономерами пищевых элементов И все это идет током крови в печень поворотной вене Частично обезвреживаясь там Но печень в этом смысле перегружается, теряет часть своих функций Далее страдает уже весь организм А часть вот этих цельных высокомолекулярных белков, которые попали в кровь Вообще вызывает реакцию антигена антитела То есть все эти белки цельные, непереваренные, чужеродные нашему организму То есть они образовались не в нем, не в нашем организме, а в других Совершенно для определенных целей и задач И тогда уже со всеми вытекающими последствиями Происходят определенные химические реакции О которых я подробно говорил, к примеру, в своей лекции мясо Непременно ее потом посмотрите Считайте вот эту лекцию о мясе за продолжением нынешней важной мысли и темы Так вот, результатом смешивания углеводов с белками является брожение углеводов и гниение белков С выделениями сероводорода, метана и других едких газов Чего стоят только одни эти газы Вы ходили в туалет когда-нибудь после мясоедов? Ну так вот, вы считаете это нормальным, физиологичным, естественным? Нет, конечно Вывод, не ешьте мясо вовсе В остальном же не смешивайте между собой несовместимое Помните также, что путь к запорам вызван смешиванием белков и углеводов Самое плохое, когда белковый продукт попадает в желудок до углеводов То есть, грубо говоря, мясо до картошки Или бобы до салатов Задерживая тем самым быстрое переваривание углеводов Вот вам и брожение, вот вам вздутие и вот вам газы А они возникают не только от того, что вы едите Но и в большей степени от того, как вы едите и что вы смешиваете Потому теория раздельного питания истинно верна на 100% И обсуждать, и протестовать тут нечего А при постоянном брожении, вздутии, газах Возникают проблемы с кишечником уже хронического рода Это дисбактериозы, синдром раздраженного кишечника Синдром избыточного бактериального роста и другие проблемы Которые, в свою очередь, вызывают уже проблемы иного рода Ведь в организме все между собой связано И все начинается с желудка и кишечника Да, кстати, если кого-то из вас интересует тема жизни на земле, на природе То обязательно подпишитесь на мой второй канал Жизнь на земле Вот он Вы можете на него также подписаться Перейдя на этот канал Посмотрите очень интересные видео на нем Особенно последние Я думаю, что вам будет и интересно, и приятно его смотреть Ну и кто не подписался Подписывайтесь вот на этот мой главный канал Нажмите рядом на колокольчик Выберите, чтобы вам приходили все уведомления О выходе моих новых видео Но если они вдруг не приходят А с ютубом такая проблема сейчас бывает То можно поступить еще и по-другому На нашем сайте nadgar.ru В самом низу, если пролистнуть страничку до самого конца Есть такое поле подписаться Туда надо ввести свой электронный адрес И нажать кнопку подписаться И тогда вы точно будете получать от нас Все уведомления о выходе наших новых Каких-то информационных продуктов Видео, ну и прочей рассылке Которая будет вам весьма полезна Я, по крайней мере, на это надеюсь Захотите, подпишитесь Дорогие друзья В разнообразной живой растительной пище Есть и белки Которых надо в действительности меньше Чем нам преподносит медицинская система И жиры, и углеводы И такая естественная, цельная, живая растительная пища Адаптирована для нашей пищеварительной системы А вот концентрированные белки и углеводы нет Так как мясо Молочный концентрат белка козина В виде творога и сыра Накладывают на желудок Кишечник, поджелудочную железу Печень и почки Тяжелую нагрузку Так как они несовместимы И мешают перевариванию друг друга И тем самым Изнашивают наши И так ограниченные жизненные Резервы организма Запомните следующее Никогда не смешивайте А лучше вовсе не пейте фруктовые соки Это вам не овощные Ни с какой пищей Ведь там во фруктовых соках Концентрат простых муносахаридов Сахаров Их там очень много Это концентрат Их сочетание с кашами Как вы любите давать своим детям С первым, вторым С любыми блюдами вообще Недопустимы Да, разумеется, я здесь не говорю О синтетических газированных сладких напитках Это вообще не продукты питания Хотя их продают в супермаркетах Хотя это продукты Пищевой химической промышленности Итак, самые ужасные сочетания продуктов Это хлеб Ну и вообще все мучное С яйцами И любыми животными белками Это сочетание кофе с сахаром Это сочетание фастфудов И газированных напитков Это сочетание мяса и картофеля Пирожков, печеней с чаем и кофе Это супы с мучными в них Продуктами и мясом А вот идеально сочетаются между собой те продукты О которых я расскажу вам ниже В самом конце данного видео Ну а сейчас вы услышите В чем же 12 принципов теории раздельного питания И каковы они Да, и после каждого пункта Этой теории Я дам свой к этому каждому пункту Комментарий Итак, 12 принципов Первый Для переработки белков и углеводов Используются разные ферменты По этой причине нельзя смешивать К примеру мясо и картошку Макароны и куриное мясо или рыбу и рис Это несовместимо На 100% согласен Вот то, что я согласен сейчас сказал Это мой комментарий Второй пункт Лучший способ оздоровить организм Есть фрукты и овощи И салаты на их основе Верно То есть это принцип веганского сыроедения Но тут необходимо вести важные поправки Которые после выхода в свет этой теории Нужно учесть и скорректировать Поскольку в нашей жизни За последние 100 лет После выхода данного труда Произошли серьезные изменения И не в лучшую для здоровья человека сторону Это и интенсивное развитие сельского хозяйства С его химизацией Это тотальное замусоривание земли И всей среды обитания человека Потому смотрите вот эти три мои видео Которые дадут вам эти пояснения поправки Почему раньше получалось у всех А теперь мало у кого Первое Почему в наши дни мы не можем питаться только плодами Второе Почему в наши дни у зожников Есть проблемы со здоровьем Третье Синдром раздраженного кишечника Еще желательно дополнительно Посмотреть мое видео Лес и почва Так вот только эти три первые данные моей лекции Совокупности между собой Пояснят вам все кажущиеся ныне Между собой противоречия В несомненной правильности сыроедного веганства С теми проблемами со здоровьем Которые возникают участие веганов и сыроедов в наши дни Третий пункт Пауза между приемами пищи разных продуктов Должна составлять не менее пяти часов Это не обязательно И это зависит от вида пищи От продуктов От режима питания Я поясню это в завершении данного видео В моих советах Четвертый пункт Нельзя смешивать продукты с высоким содержанием белка и кислые овощи С продуктами, содержащими углеводы К примеру, мясо нельзя есть с крупами Совершенно верно А совмещение белков с ценой пищи Я поясню ниже То есть скажу, с какими продуктами они все-таки совместимы Пятый пункт Крахмал, десерты, варенье и сахар Провоцируют процессы гниения и брожения в желудке От них нужно отказаться вовсе Абсолютно справедливо Как и то, что для разумного человека Недопустимо есть кондитерские изделия Рафинированные, канцерогенные, гидротированные продукты Продукты с улучшителями, разрыхлителями, консервантами, красителями Трансгенные продукты, нахимиченные продукты Фастфуд, газировки, алкоголь И все то, что стоит упакованное на полках в супермаркеты А нужно есть то, что является простой, исторической, натуральной и богатой питательными веществами в идеале пищи С минимальной термообработкой или вовсе без нее Это овощи, зелень, грибы, фрукты, некоторые орехи, дикоросы, ягоды И если уж потреблять продукты животного происхождения То яичные желтки или яйца целиком, ну то есть с белком Это молочные и жирные продукты, но не молоко, творог и сыр, а сливочное масло, сметану и сливки только жирные И в крайнем случае рыбу, если для вас не важна эта этическая составляющая бытия Ну и обязательно натуральные и необходимые биодобавки, без которых в наше время никуда Смотрите в этой связи мое видео Первое. Бады и фарминдустрия Второе. Яйца Третье. Молоко и молочные продукты Шестой пункт. С любыми продуктами можно совмещать морковь, лук, спаржу, чеснок, грибы, сливки, сметану, сухофрукты и зелень Так как они являются нейтральными Почти все так, но тут есть ошибка, и я поясню позже в чем она заключается Седьмой пункт. Два белка не могут употребляться вместе Хотя многие последователи теории считают, что белки могут между собой сочетаться Скажем, грибы и мясо Хотя вы, я надеюсь, понимаете, что не бывает продуктово, содержащего только чистый белок Восьмой пункт. Жиры нельзя совмещать с белками Хотя приверженцы кето-питания считают, что можно И да, действительно можно Девятый пункт. Из рациона питания нужно исключить рафинированные продукты Полуфабрикаты и консервы На сто процентов согласен Уж какими чистыми в плане экологии были сто лет назад консервы И какие они сейчас И даже тогда это было очевидно и понятно для разумных людей Десятый пункт. Между любыми приемами пищи должен быть перерыв не менее двух-трех часов После употребления сухофруктов можно есть через тридцать минут Не совсем верно Это надо пояснить Ниже я это обязательно поясню Одиннадцатый пункт. Дыня и арбуз считаются несочетаемыми продуктами Их также следует есть раздельно А между их потреблением должна быть пауза не менее 45 минут Поясняю сразу Еще в этот список нужно включить виноград Так как эти фрукты, эти плоды содержат сахара в себе не в виде фруктозы А в основном состоят почти из чистой глюкозы И потому их категорически не надо ни с чем смешивать Чтобы не вызвать брожение и гниение в кишечнике Если вы только не фруктоед Для усвоения глюкозы, тем более в больших количествах, нужно много гормона инсулина И перегружать поджелудочную железу также не стоит К тому же, если вы не хотите скачков инсулина И не хотите получить или укрепить уже имеющуюся у вас инсулинорезистентность Вообще, стоит очень сильно ограничить потребление даже натурального сладкого Двенадцатый пункт Молоко следует пить отдельно от употребления мучных изделий Но можно совмещать с отварными или свежими овощами и фруктами Так вот, молоко вообще не стоит пить Как и есть творог и тем более сыр А вот жирные молочные продукты, масло, сливки, сметану Можно с точки зрения биохимии Теперь, краткая типология продуктов для раздельного питания по Шелтону и вообще То есть, что к чему относится Итак, к белкам относятся Баклажаны, хотя это спорно Творог, сыр, морепродукты Бобовые яйца, орехи, мясо, рыба К углеводам относятся Хлеб, крупы, рис, сладкие фрукты, макароны, мед, картофель А вообще, про углеводы я снимал отдельное видео, где давал классификацию К жирам относятся Сливки, сметана, сало, сливочное масло, масло растительное, яичные желтки, авокадо К крахмалам, если их выделять отдельно, относятся Мукамучные изделия, то есть хлеб и прочее Картофель и рис Кислые овощи и фрукты Это грейпфруты Помидоры, апельсины, вишни, гранат, виноград, лимоны Но тут надо пояснить Семейство посленовых, а к ним относятся помидоры, я есть категорически не советую Сладкие фрукты, финики, изюм, хурма, бананы, все сухофрукты Вообще все сладкое потреблять стоит отдельно А теперь я поясню то, в чем же эта теория неверна Я внесу корректировки с учетом реалий наших дней и слабых желудков и кишечников современных людей Неверна эта теория вот в чем Первое, фрукты несовместимы вообще ни с чем Если фрукты не сладкие, тогда да Если жирные, типа авокадо, да, они совместимы А вот сладкие фрукты ни с чем смешивать нельзя Так как разная растительная пища тоже содержит белок Особенно много его в бобовых, крупах, грибах, орехах И при смешивании будут те же проблемы, которые я описывал выше Особенно в наши дни, когда у всех людей повальные кишечные проблемы Из-за рафинированной инохимиченной пищи и химии в быту Посмотрите непременно вот это мое видео Синдром раздраженного кишечника Я там все это поясняю Не забудьте также посмотреть видео Почему в наши дни у зожников есть проблемы со здоровьем И почему в наши дни нельзя питаться только плодами Все эти логические обоснования Неудач многих веганов и сыроедов в наши дни я там и разбираю Второе, все что не содержит или почти не содержит сахара Сочетается друг с другом Третье, паузы между приемами пищи не должны быть 5 часов Гораздо правильнее есть с 11 часов дня до 16 часов дня И в этот период, да, лучше есть 2 раза И пауза тогда как раз составит 5-6 часов Но можно и 3 раза Главное, чтобы соблюдался режим интервала в принятии пищи Между 16.00 сегодняшнего дня и 11.00 следующего завтрашнего дня То есть не менее 18 часов должен быть перерыв в еде В эти часы, ну плюс-минус И тогда вы получите все прелести такого режима питания И об этом я подробно рассказывал в моей лекции Интервальное голодание, смотрите ее обязательно Четвертый пункт Белки разного происхождения совместимы друг с другом А также с жирами, главное без сладкого Если уж есть фрукты и ягоды, то мало раз в день Но до и после них нельзя есть белковую пищу 3-4 часа Пятый пункт Сухофрукты лучше не есть вовсе Как и все иные концентрированные сахара, даже натуральные Так как они вызывают инсулинорезистентность И как следствие ложное чувство голода Дальнейшие перекусы, переедание, лишний вес, болезни ЖКТ и печени Сахарный диабет и другие системные заболевания Так возникает порочный замкнутый круг Разорвать который не смогут никакие пилюли, никакое лечение А только прекращение потребления всего сладкого И иные комплексные меры, если они нужны Смотрите мои лекции Калории Жир в живот бока И интервальное голодание Поясняю все мои лекции, которые я вам уже говорил и сейчас говорю Все они даны по ссылочкам вот под этим видео И смотреть их желательно Тогда вы поймете все причины следственной связи То есть что, зачем, почему, для чего Шестой пункт Молоко вообще пить не стоит, а жирные молочные продукты Если уж так хотите, можно Но только от коров травяного от корма А яйца от кур свободного выпаса Смотрите мою лекцию Яйца Итак, подведем итоги И то, что я обещал пояснить Первое Баклажаны, картошку, томаты и болгарский перец Я вообще есть не советую Так как в семействе посленовых много белков лектинов Но наподобие глютенов зерновых Только другие их очень много Которые вызывают воспаление в организме Разные воспаления Тем более у современных людей У кого уже они и так есть И у кого имеется синдром Дырявого кишечника Дисбактериозное состояние Синдром избыточного бактериального роста Раньше, в прошлые века и времена Такого не было И потому эти фокусы Потребления неправильных Несвойственных продуктов Тем более те, которые пришли к нам в страну Не так давно не было А теперь есть Второе Уберите из своего питания все бобовые Кроме чечевицы Не ешьте мучного Все продукты из муки уберите Про хлеб на закваске Про все за и против Смотрите мое видео «Хлеб» О том, что же тогда есть Я поясню вам чуть дальше Уже в этой лекции Сладости и сласти химические Кулинарные Вообще нельзя есть Мало ли что привыкли Вкусные хотите Хотите жить без тяжких заболеваний И по возможности как можно дольше Тогда забудьте навсегда Фрукты, ягоды и мед То есть все прочее Натуральное сладкое на вкус Уменьшить нужно до предела Оставить только самые качественные продукты В малых количествах Исключительно для удовлетворения Эстетических и вкусовых Прошлых своих привычек Сведя постепенно их на нет Сухофрукты лучше вовсе исключите Главное правило Не более 30-40 грамм Концентрированных сахаров в день То есть Если выжать из всего съеденного вами за день Фруктозу и глюкозу Их не должно превышать 30-40 грамм Четвертый пункт Белки и жиры Белки и зелень Белки и не сладкие овощи Совместимы То есть для мясоедов Мясо и квашеная капуста Совместимы Мясо и кинза с укропом И любой зеленью Совместимы Мясо и салат из овощей За исключением посленовых в них То есть без томатов Совместимы Для веганов Чечевица Условно это белок Хотя разумеется Вы понимаете Что в чечевице И в мясе Есть и углеводы И жиры И белки Совместимы С чем чечевица Зеленью Овощами Орехами Пожалуйста Но это все Что я перечислил Несовместимы с хлебом Картошкой Макаронами Пятое Уберите из питания Все вареные крахмалы А это хлебобулочные изделия Рис и картошка Я уже во многих других лекциях про это говорил Тогда в этом случае Если вы уберете все вареные крахмалы Из своего рациона питания Вот тогда у вас не будет простуд Никогда Только от этого изменения в рационе Шестой пункт Разумеется Не потребляйте молочные продукты По крайней мере Цельное молоко Сыр и творог Не натуральное Никакое Просто Посмотрите мое видео о молоке Вот это главное мое видео о молоке и молочных продуктах И надеюсь вы все поймете Седьмой пункт Не говорите никогда глупости вроде А что же тогда есть? Но не клевещите на землю, что она не способна вас прокормить Ешьте в идеале хоть сотни видов овощей Включая десятки видов крестоцветных Десятки и сотни видов зелени и дикороса Включая сныть и крапиву Немного фруктов Немного дикого меда и ягод Ешьте жиры Это авокадо Масла растительные И животные, если уж так хотите О которых я говорил выше Посмотрите вот эти два моих видео о маслах и жирах Ешьте орехи Кедровый Фундук Грецкий Пекан Ну куда уж больше Только арахис и кишью не ешьте Потому что это не орехи, а бобовые И там очень много лектинов Которые вызывают воспаление Как вы теперь уже, я надеюсь, понимаете Ешьте грибы Про них мы вообще забываем И чечевицу Другие бобовые не надо И смысла в них нет никаких Каши не ешьте Ну разве что пшеную Так как там нет лектинов Восьмой пункт Проращивайте семена брокколи И ешьте микрозелень Вершки Как я это говорю Советую в моем видео брокколи Девятый пункт Обязательно добавляйте в рацион питания Натуральные А не синтетические бады С необходимыми Витаминами, минералами Жирными кислотами Биофлавоноидами Полипренолами И другими антиоксидантами Без которых в наши дни Для тех кто хочет конечно же Быть здоров Не обойтись никак Как бы вы этого не хотели И как бы вы не фантазировали обратное Видео о наших бабушках И дедушках Которые жили по 90-100 лет И почему вам столько же Как они когда-то жили И доживают последние Теперь Не прожить Я уже обещал сделать Для протестующих И для желающих Познать почему же так происходит Долгожданное видео Сделаю Обязательно Ну конечно Если наберется 3000 комментариев Под моим последним Вот видео Которое вышло До этого Которое вы сейчас смотрите Что же стоит добавить К основной пище Из биодобавок Что я советую Во-первых Это фукус В гелеобразной форме Натив И только такой Никакой другой фукус Иначе это будет бессмысленно Хлорелу и спирулину Обязательно органические И выращенные Не в лабораториях А в дикой природе Куркуму с черным перцем Биокедр Т8 экстра Хотя бы Диатомид Это органические кремнии И конечно Надо принимать отдельно Витамины Ну хотя бы Д3 И К2 Поначалу И минералы Некоторые по отдельности Дополнительно Например цинк и селен Кстати а вы знали Что в древней Руси В щи Мясо Никогда не клали Это так просто Маленький нюанс Для некоторых А вот введите Лучший в рацион питания Как в древней Руси Потребляли Коноплю И амарант Лучше в виде проростков Но конопля Особо желательно И у нас кстати Есть конопляный протеин И особый протеин 4 в 1 С увеличенным количеством Аминокислоты Аргинина И трептофана Которые кстати Провоцируют Выработку гормона роста Что крайне важно Для омоложения И для сохранения Жизненных сил Всех органов К тому же Если вы захотите Безопасно Нарастить Мышечную массу Укрепить Мышечный тонус Восстановить Белковый дефицит При болезнях И вообще Пожалуйста Потребляйте И это будет Идеальным вариантом Потому что Конопляный протеин Это аминокислоты Это протобелки И иммунные Аутоиммунные реакции Антигена Антитела Как от попадания В кровь Цельных Высокомолекулярных Непереваренных Белков Не будет Да Приобрести Вы их можете На нашем сайте Надгар.ру В любую точку страны и мира Мы отправляем наши продукты Товары Приборы Десятый пункт Пейте только воду А не морсы Кисели Тем более что-то совсем неестественное Вроде сладкой газировки И алкоголя Послушайте слова Старейшего педиатра На нашей планете Что нужно пить И странно Что это Не очевидно Каждому человеку Да Никакого кофе не пейте И не надо мне претензий предъявлять про итальянцев там кубинцев и всякие прочие глупости в желание оправдать свои зависимости Это просто низко и недостойно разумного человека Мыслить надо Не так Может быть вы все-таки поймете почему кофе пить нельзя Ну так посмотрите мое видео про кофе Я там все логично обосновал Смотрите мое видео о приборе генераторе водорода и свободных электронов Непременно вот это мое последнее видео Одиннадцатый пункт Чем медленнее вы пережевываете пищу Тем легче работать железом пищеварительной системы и печени Двенадцатый пункт Кислые фрукты Вроде лимона и так далее Вызывают в организме не кислотную, а щелочную реакцию В этом ошибки многих создателей теорий про закисление организма Разумеется, если я все же сделаю видео под таким рабочим названием А что же тогда есть? Я подробно в нем опишу вам все варианты комбинации и идеальный рацион питания Сделать мне такое видео? Ну тогда пишите под этим видео комментарии Напишите, что да, я хочу, чтобы вы сделали видео А что же тогда есть? Для вас это секунды, а я посмотрю, насколько это вообще нужно людям Вам, зрителям Если будет хотя бы три тысячи конкретных комментариев А что же тогда есть? Нужно снять такое видео? То тогда я его сделаю Нет, значит не нужно вам Будьте активны Пишите в комментариях хоть что-то Я понимаю, что в основном люди ленивы И не все люди благодарны И тем более несмотря на то, что в сотнях моих лекций Есть ответы на все эти вопросы и темы И люди сами могли бы себе составить рацион питания Вот как тот парень молодой из Германии И имеющий сильный разум человек и логику Все же соединит воедино, спокойно Однако, идя навстречу большинству Я могу сделать такое видео Что же можно, а что нельзя есть и почему И как составить идеальный рацион питания В общем, если хотите, чтобы я сделал такое видео Пишите в комментариях Не ленитесь, что вы хотите, чтобы я такое видео сделал А то я в последних своих видео предлагал вам подобное Но комментариев было мало И мне нет никакого смысла Тратить огромное количество моего времени На составление и структурирование этих сложных материалов Вот на это видео нынешнее, которое вы сейчас слушаете Я потратил в общей сложности около суток Наберется хотя бы 3000 Нет, не комментариев, а писем о том, что Да, сделайте видео о сочетании продуктов и рационе Тогда я сяду за эту тяжелую работу и сделаю Ну, на этом сегодня все Надеюсь, это мое видео пойдет вам на пользу Не зря я потратил на него огромное количество своего времени Жду от вас обратной связи Ваши отзывы и лайки Подписывайтесь на мой канал Кто еще не подписан, ставьте колокольчик И нажмите принимать все видео от меня Желаю всем хорошим, честным, порядочным людям Крепкого здоровья, здравомыслия И до новых встреч До свидания